Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июня, и вот позавчера я высадила весь перец. Я показывала подробно, как я высаживала его. Сейчас хочу поговорить на тему, по тем вопросам, которые приходят очень-очень часто. Почему после высадки перца желтеют листья, опадают листья, что с этим делать, и что это вообще такое, что за явление опадания, сбрасывает лист, сбрасывает зависть? Ну, начнем с того, что перец, он считается капризным, немножко такой капризуля, и у него это частое явление после высадки или пожелтеет лист, или даже сбросит, сбросит даже завязи, поэтому многие люди интересуются, прищипывать или нет завязи, которые образуются у нас на подоконниках. Я скажу так, вот смотрите, когда мы высаживаем перец, ведь тоже у всех ситуации разные. Кто-то высаживает из стаканчика, более такой щадящий способ высадки, и возможно он даже не заметит перец, что его пересадили. Кто-то высаживает из лоточка, тогда корневая система, ну, всякое, в любом случае немного повреждается. И пожелтение листьев после высадки, это обычное явление у перца. Тут есть несколько причин. Смотрите, во-первых, даже если из стакана вы высаживаете, даже если вы не повредили никакой корень, идет резкая смена условий выращивания. Вот это самая главная причина, из-за которой листья и желтеют, листья он и сбрасывает. Ведь у некоторых перец до высадки вообще стоит или на подоконниках, на окнах дома, у кого нет, например, такого, как промежуточного звена, как парничок или какая-то теплица, а из теплицы потом уже вот так в грунт в теплицу, или наоборот, он у вас хранился в теплице, а высадили в открытый грунт под пленку. Но однозначно, в любом случае, меняется резко условие содержания. То есть, грунт более прохладный, все равно тот, куда вы высаживаете, температура все равно намного ниже. Вот у нас сейчас, я высадила позавчера, и у нас ночью 10-11 градусов. Теплица неотапливаемая, и все равно здесь холоднее и прохладнее того места, где он стоял до этого. Я вот в предыдущих видеороликах весной говорила, что перец теплолюбивый, он такой же, он похож на огурец. Ему ниже 15 градусов некомфортно, нежелательно, будет низкая температура. Он и листик может сбросить, он может скинуть и зависть. Для него это стресс. Так что, если при высадке у вас перец, например, листья пожелтели, или листья там обычно нижние, такие в плохом состоянии делаются, такие как они... Ну, вы увидите сразу, что начинается отмирание этого листа и опадание листьев. Не пугайтесь, ничего страшного в этом нет. Это период адаптации. Это вот та процедура, через которую мы проходим каждый год. Я вот высадила его, и сейчас говорю, что у нас холодно, у меня вся теплица дырявая, да я еще и не закрываю их уже, вчера двери остались открыты, я посмотрела прогноз низко, вот сегодня утром стало 10 градусов. Это для них очень мало. И вполне возможно, что посидев вот такую холодную ночку здесь, на природе у меня, перец, я вот посмотрите, пришла, цветок, смотрю, цветок валяется. Думала, цветы сбросил, а он завязался, фиолетовый, биг папа. Ничего страшного, значит. Я думала, уж цветок из капрезности сбросил. Так что я тоже предполагаю, что может быть им не понравится, что здесь холодно, я их оставляю в холод, и может быть нижние листья тоже пожелтеют и сбросятся. Никогда на это не обращаю внимания. Если лист сильно желтый, нижний, я просто его отщипываю и все. Все равно вы потом этот стволик до развилки или до цветочной кисти, многие же удаляют эти листья старые, и они уже свое отслужили, сейчас нарастет очень много новых молодых листьев. Так что ничего страшного. Ну и если даже отпадет зависть, теперь мы уже ничего не изменим. Это капризность. Это мы списываем все на капризность сорта. Потом некоторые как воспринимают, что это недостаток чего-то. Но так резко это не может сказаться. Вот, например, вы высадили, и сразу раз, через несколько дней начинают желтеть листья. Нет. Конечно, это не недостаток чего-то. Недостаток чего-то мы сможем увидеть только через неделю, дней через 10. Сначала им нужно пройти период адаптации. И те листья, которые желтеют после высадки, а падает зависть после высадки, это только результат стресса. Это капризность нашего перца. Вот сейчас я следующее видео расскажу, ну, чтобы не смешивать две темы. Что делать с перцем после высадки? Вот высадили мы их. Как им помочь? Некоторые пытаются сразу, хотят чем-то их подкормить, чтобы они тут как побыстрее закустились, выросли. Я сейчас все подробно расскажу. И потом у меня будут здесь же, я говорила, в этой же теплице, вот здесь оставила немножко места, будут арбузы и дымки. Первый год хочу совместить перец с арбузами. Всегда арбузы росли, ну, подсаживала к томатам. Потом расскажу вам еще немного по арбузам. Но арбузы, так как они тоже теплолюбивые, они у меня очень маленькие, говорить еще сильно о них нечего. Пока что только о высадке. Но вот сейчас я с вами прощаюсь. Следующее видео будет, что делать в первые дни после высадки с перцем. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Теперь у нас появились в темах еще и перцы. Кому интересно, задавайте вопросы, что вас интересует по перцам.